Работаю я с окрашенной ватой, она линяет и поэтому нижнюю часть куколки закрыла пищевой пленочкой. Сразу просто обматываю ручки и пропитываю клеем ПВА. Вата окрашена водной морилкой красное дерево. Как окрашиваю вату смотрите в плейлисте окрашивание ваты салфеток и пакли. Ссылочку на этот плейлист я оставлю в описании под видео. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok И также маленькими кусочками разными оклеиваю всю тельце до пояса. Субтитры сделал DimaTorzok После окрашивания и высыхания на вате образовывается корочка, которая выгодно смотрится в дубленках и тулупчиках. Также я делаю шапки-ушанки из такой корочки. И сейчас из нее выкраиваю заднюю и переднюю части тулупчика. А из разных кусочков поменьше оклею рукава. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И здесь сразу на поясничке формирую складочки. Позже сделаю планочку с пуговичками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Треугольными кусочками сделаю вставочки между задней и передней частью и таким образом тулупчик станет шире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас взяла вату другого цвета и путем собирания вот так вот ваты создаю имитацию меха, похожую на каракуль. Им я делаю отделочку на рукавах и внутри тулупа. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас клею пуговички, но их можно наклеить и после высыхания. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а когда все высохнет, снимаю защитную пленку. Полное видео МК Дуняша можно посмотреть по ссылочке в закрепленном комментарии. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Люблю вас и любви вам! С вами был канал Got2Make и я Татьяна. До новых встреч дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!